на 1 этаж мы позвали другого человека если 2 этаж нам гипсокартон делали строители те которые нам делали и крышу то на 1 этаж мы позвали другого человека вот он нам это сделал уже зал и вложит пол плюс он же сделал и электрику вот еще одна проблема с которой мы столкнулись положили гипс а вот эти вот деревяшки не убрали а там и гвозди и саморезы и как ее теперь доставать оттуда вопрос на миллион и вот с этим окном то же самое здесь вот на саморез все посажено как-то так мне правда кажется что делает ремонт в старом доме намного тяжелее чем построить нуля новый дом где уже все изначально ровная полы ровные стены ровные плюс нет того старого барахла которое надо куда-то деть куда-то отнести куда-то спрятать что-то пленкой накрыть в общем ремонт это конечно особенно капитальный ремонт это очень тяжело что-то 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 Подожди, подожди. Сейчас мы попробуем. Ставим окна. Сюда есть штабики. Значит, мы его сейчас все-таки поставим. На кухне уже поставили. Здесь еще ждем. Здесь целое окно должно быть. Ух ты, я вот. Ух ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Купили новый замок на дверь, так как окна поставили, чтобы не своровали новые окна. Замок нам обошелся в 2400 рублей. Вот. Ручки старые оставили. Вроде они как бы нормальные. Потому что ручка еще бы нам обошлась плюс 1300. В смысле 2400 рублей? А шаурма установщик? Шаурму требуешь? Ну, значит, плюс еще 300 рублей. Это, короче... Это 300, 200. Ну, ты смотря какую захочешь. Антикризисно. Ну, немножко, конечно, здесь дверь, видите, подмятая. Ну, Тима сказал, что можно выстучать. Сейчас мы так поставим, чтобы выстучать, это уже произойдет. Ну, тоже кривоватая. Чем посоветуете обшить дверь? Потому что она была у нас изначально обшита пластиком. Но, может быть, есть что-нибудь поинтересней, чем посоветуете? Так, а я решила покрасить калитку. Краска осталась. Вот такая вот красота у меня получается. Зачухала уже. И вот такой вот свежий, ярко-коричневый цвет получается. Сначала начала красить кисточкой. Потом решила, что это некрасиво. Остаются разводы. Нашла валик. И решила все-таки покрасить валиком. Так и, в принципе, экономнее. И получается идеально ровно, без подтеков. Кисточку. Вообще шикарно. Здесь, правда, надо будет взять тоненькую кисточку и аккуратненько пройтись вокруг звонка. Закончила я с калиткой. Вот такая красота у меня получилась. Вот такая красота у меня получилась. Единственное, конечно, не смогла я здесь аккуратно, потому что у меня не было тонкой кисточки. Ну, плюс эта ручка все равно будет меняться. Вокруг замочка я завтра принесу растворитель. Аккуратненько все это ватной палочкой протру. И возле замка тоже вот это аккуратненько все почищу. Вот так. Вот так. Вот так. Эти кусочки это для экономии, потому что очень большой расход клея идет. Вот так у нас осталось ОСБ лишнее. Вот. И как раз можно немножко сэкономить на клее. Немножко уже начали подмазывать домик. Все вот эти дырки. Все это замазываем. Ну, красить я думаю, что в этом году уже не будем. Потому что сейчас дожди постоянные. Уже прохладно. Краска нормально не высохнет. Поэтому я все-таки думаю, что лучше покрасить уже на следующий год. Поздней весной. Вернее. Поздней весной. Поздней, весной. Вернее. Энг. Я пустил. Энг. Энг. Резин. Я помню. Под розетнички уже поставили. В общем, мрак, к нам приехали окна, не дождались. Ну что, наконец-то свершилось, мы ждали этого дня целый месяц, нам привезли окна. Короче, стеклопакеты нам поставили еще пару дней назад, с окнами немножко по-другому вышло, их пришлось подождать. Окна привезли, скоро будут ставить, наконец-то. Заказывали мы их 31 августа, и вот нам привезли их, получается, сегодня 29 сентября. То есть, практически месяц мы ждали окна, обещали нам две недели. Ну, естественно, очередь сейчас большая. Заказали наружные подоконники, два, это наверх, два больших подоконника внешние, один отлив на вот это окно. Тут дырка, покажи. Чуть уже разорвало его. Вот этот подоконник надо будет менять весь. И внешний подоконник у нас остался старый, мы поставим. Вот. А так, в принципе, мы уже, ну, не скажу, что на финишной прямой, но уже какие-то вот очертания уюта уже вырисовываются. Уже здесь и тепло, и не дует, и стены, наконец-то, ровные, и не сыпется тебе на голову эта штукатурка. Короче, вообще, я вам уже очень рада. Когда будем клеить обои? Мы в прошлый раз, когда с тобой обои поссорились, точнее обои клеили, поссорились, если бы не ночная доставка пиццы в два часа ночи. Это не это спасло ситуацию, да? Да. На кухне, в принципе, мы тоже, ну, практически все сделали, осталось здесь пол доложить, но у нас небольшая проблемка. Потолок. Ну, потолок, да, еще доложить. Небольшая проблемка у нас образовалась. Короче, тот человек, который делал нам первый этаж, его зовут Александр, ему пришлось уехать. У него там какие-то проблемы случилось, и он уехал в Питер минимум на две недели. Поэтому немножечко сейчас наш ремонт останавливается, так как нам с Симой тоже надо в Ростов уехать. Вы бы видели его лицо. Вот, немножко, да, тут приостанавливаем ремонт, но по приезду все это возобновим. Возможно, с тем же Александром. Вот, как-то так. Подразвитники здесь уже установлены. Здесь будет, на кухне, маме сделала три этих таких светильничка, чтобы они были над столешницей, чтобы ей было светло. Ну и здесь вот один главный ламп. И, кстати, по поводу, я знаю, что будет очень много комментариев по поводу проводки. Почему же мы все-таки сделали в серой гофре? Так как многие пишут, что она не спасет от пожара, что она все равно горит. Дело в том, что в Барюполе практически невозможно найти металлическую гофру. Невозможно. И ко всему этому можно добавить, что на первом этаже уже сделали серую, положили провод в серой гофре. И смысла делать внизу в металлическом кондуите уже нет. На самом деле, основная причина это его цена. Ну и плюс, да, очень дорого. 130 или сколько-то гривен, ой, рублей метр. 150 рублей. 150 рублей метр, да, я манал такой. А серую гофру мы взяли по... 60 тонн. Ну что-то типа такого, да. В общем, существенная, конечно, разница. Сейчас нам нужно уже думать о дверях. Нужно, наверное, уже задумываться о том, где брать линолеум, где брать плитку на фартук, кто ее будет выкладывать. Как бы вот такие вот моменты. Здесь в Мариуполе этого не достать. Ни плитку на фартук, ни линолеума, ни межкомнатных дверей. Всего этого нет. Именно так, чтобы в наличии было, чтобы прийти, выбрать, пощупать двери. Дверь, это все-таки, ну, это очень важно, как мне кажется. И нужно посмотреть, пощупать, подходит ли она тебе вообще по качеству, по внешнему виду. Не знаю, что мы с этим будем делать. Может быть, в ближайшем времени откроются границы, и нам легче будет съездить в Таганрог за дверями. В общем-то, живем, увидим. Ну, что мы с вами? Так еще раз. Сейчас мы работаем в бру. Немного.